Здарова, друзья! И я заказал сопровождение у самого себя. Ну и сегодня, конечно же, мы успешно с вами пойдём проверять моих ребят, которые делают сопровождение. У нас есть всего лишь две команды, и я набрал тех, кто был в это время просто свободен. Поэтому сегодня мы будем смотреть на их игру, потому что прошлое сопровождение, которое было со мной, оно, кстати, было очень давно, можно сказать так, что я сделал его сам, но это было очень давно, и это было неправда. Сейчас цена намного ниже, ну и играть, в принципе, как я понимаю, намного проще. Также, перевешиваю всю ответственность на них, поэтому я взял с собой СЛР-ку на 8Х, хоть она и золотая, но СЛР-ка с таким прицелом, ну, возможно, не даст какого-то вообще результата. Поэтому будет очень тяжело играть. Также взял подсумки, что, в принципе, иногда советуется, но ремни советую всем в любом случае. Но раз уж это сопровождение, почему бы нет? Я просто написал нашим ребятам и сказал, ну чё, погнали, сопроводим меня, посмотрим, как они с этим справятся. Ссылка на Телеграм в описании, в принципе, там и находится это сопровождение. Вы там всё банально легко сможете найти. Здесь у нас есть просто гениальный канал, на котором вы можете найти совершенно всё, что вам нужно. Розыгрыши нужны, просто нажимайте на розыгрыши, вот и всё. Ну и ссылки, как вы понимаете, рабочие. Также открыли недавно сбор на iPad. Вообще много не прошу, если есть лишний рубль, можешь закинуть. Можешь не закидывать, если тебе этот рубль жалко, или у тебя просто его нету. Я не расстроюсь, но если закинешь, будет приятно. Это тоже делается через Телеграм, поэтому ссылочку, если что, оставляю. Она в целом теперь одна, и в этом Телеграме много ссылочек. Ну, вроде звучит классно. Ну чё, мы ждём ещё одного тиммейта, и с вами мы запускаемся на пятую карту, на которую нам нужно вынести минимум 4,5 миллиона. Также, в начале нам выдаётся сет. Если у вас нет вещей, в начале вам выдадут целый сет с МКшкой, чтобы вы смогли нормально играть. Если снимают с меня, например, какую-то вещь, то мне её тоже должны будут вернуть. Если же у вас есть свой сет, вы можете с ним играть, а сет, который должны выдать в начале, вам выдадут просто в конце. Короче, как угодно. Ну да, главное специально не умирать. Хотя бы. Так, ну чё, вы готовы, дети? Нет. Запись уже включена или нет? Ча, подожди. Изобрежно, да, то, что я сейчас сказал. Нет. Я могу начать? Я, короче, не умею вырезать, ты понял? Я типа не умею вырезать, то есть я всё вставляю. Многие из вас ищут способ быстро, дёшево и, главное, надёжно задонатить в PUBG. А такой способ прямо у вас перед носом. И это сайт FunPay. Здесь вы сможете максимально быстро и честно купить UC-шки на ваш аккаунт в PUBG. Ну а самое интересное, что теперь вы можете купить их напрямую у меня с гарантией просто миллиард процентов. Ну а также на сайте вы сможете найти просто сотни игр для того, чтобы купить в них донат или же продать свой. Регистрируйтесь через ваш профиль ВКонтакте или вашу почту. Ну и не забывайте, что сайт работает уже с 2015 года. Я думаю, это лучшая гарантия для вас. Ссылка будет в описании. Покупай и продавай. Ну чё, давайте, короче, смотрите, вы сами отыгрываете, всё делаете, а я просто бегаю и собираю лут. Для следующего ролика. Не, ну... Чё, офигел? Тактика такая. А мы хоть в ролик-то попадём? Нет. Нам за это заплатят? Да. И зачем это? Ты бы есть. За камнем. Меня, короче, если чё, пингую, так что защищайте. Ох ты, сколько я дал этому клуну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я там пельмени бахнул, если честно. На, ну ты хороший. Я просто люляки баб с утра не навернул, ты понял? Меня сейчас типы пересстреливают на дистанции. Это просто разминка, это просто разминка. Так это первая катка за сегодня. Я... Ай-яй, зажиги! Два нока дал, ребят. На меня идёт один. Ты так не ложись в открытую. А, он здесь. Так уж и быть, я вам помогу. Кого-то убил. По-моему, всех мы закрыли. Да, мы победили. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет? Ну, они оттекли вроде. Ну, я сейчас стою спиной, по мне не стреляют. Ну, давай проверю. Ого, у меня броня-сталик выпала. А с Влада упала МК-шка. Можно эту МК-шку? Нужно мне будет вернуть. Э-э-э! Ну, вы же понимаете, что я буду радик забирать? И вам нужно всё мне потом этот. Ну, я вам все шмотки скину. А шлем-то заберите, вы что не взяли? Это даже какой-то ютубер, кстати. Ну, по крайней мере, написано, что ютуб. А себя взорвать можно? Да, да. Нет-нет-нет-нет-нет. А, надо, чтобы тебе позвонила мама. Ты ушел, потому что только так можно уйти. А, понял. Я осуждаю... Смотри, сейчас просто залетаю и бью тебе по кабину. Тихо. Так он с СКС-кой. Ну, мы ему явно наваляем. Ну, их двое вроде, как минимум. Ну, он где-то здесь. А, нет, один всё же. Ну, кстати, ничего не успел залутать. Типа он один уехал и всё. Окей. Ну, чё, пацаны, лутаемся. У меня, кстати, уже нет места, я вам так скажу. В смысле, у тебя места нету? Ну, я набрал, короче, тут этот шмоток всяких. И всё, места нету. Ты типа гений? Видимо, да. У меня ещё, причём, под сумки лежат. Ну, я, конечно, выкину сейчас все гранаты, там, всё это вот. Ну, я просто хотел бы сказать, чтобы вы забрали у меня броник. С пластинами. Я бы хотел сказать, что я не хочу хотя броник набирать. А вы брали письмо мне? Или не брали письмо? Нет. Я брал, я брал. Нет. А, ну, грустно. О, люди. Ого. Малый. Не понял. Смэр. Слышишь, слышишь? Типы, типы на баге. На баге? Типы на баге. Да. По мне с бага херачат. С Америки. Да, блин. Ну, не надо, пожалуйста, ну, не надо. Я первый раз. Слушай, я сам от этого не в восторге, если честно. Я не хочу так играть. Это не честно, это явно. Мы даже Теплака нет, там, без Теплака вообще никак. А, ну, вчера я, короче, я вчера соло против квадов ходил. Короче, я фул разник. У меня выкладка была 9,2. У меня вчера такие же умственно отсталые пытались закрыть, я не знаю. Я понял. Я всё же отхватил. Блин, я его не вижу просто. Как смотреть, где он находится? Ничего, он ещё и попадает, понял. Самое страшное, что он попадает, понимаете. Чё за хаешка? Это дым, блин. Андрей, Андрей, смотри. Андрей, смотри. На... Повернись. Вот. И вверх. Просто вверх. Амер вообще. До упора. Просто вставай. Встаёшь. До упора вверх. У нас, Теплака ещё и вот здесь, слышишь. Прям пул. Я понял. А можно поднять, пожалуйста? Пожалуйста, не надо поднимать. Я типа пул в сейве. Я пул в сейве, в смысле, не надо. Не надо. Мы-то не в сейве. Да, блин, зацепили. Обидно. Ну, хотя бы вот это вот добрали. У меня вот тут, типа, уже бежит. Он пытается... А что ты делаешь? Слушай, мы, конечно, можем попробовать, но это небезопасно. Это уж точно. У меня тут, типа, упор, я же вам говорю. Мы понимаем. Мы всё понимаем, но... Там что-то много народу. И этот багайзер, короче, он наснайпит просто. Понял. И он, кстати, метки довольны. Понял. По мне сразу попал. И по нему попал. На крыше бегать. Так, пацаны, я сейчас подойду. Две минуты. Мне интересно, они, типа, друг с другом воюют или нет? Но я ещё не встречался с такими типами, которые на баге сидят. Ну, типа, видел один раз, но это было давно. Я, пожалуй, МК-шку возьму. То я тут бегаю с СЛР-кой. Ну, это, слушай, это так-то не особо нужно, потому что мы, скорее всего, проиграем. Враги врага имеют сопровод по распоряжению. Справедливо. Ну, слушай, вот как минимум трое. О, ко мне Чел прыгает. У меня двое, слышь? Слушай, пока-пока мы на себя ставим, походу. Блин, зачем? Дамя пельмени. Капец. Они, короче... Вы ещё не сдохли? Они просто начали к нам залезать, и я двоих расстрелял просто на переласке. Это лучшая тактика. Короче, тут шлем лежит, и этот, Скорель. Мне не взять их уже. Он так во мне ещё лут, кстати. Ну, блин. Мы столько не вынесем. Вообще, вариантов немного. Но главное, чтобы баггайзер ещё жив. Не, ну это жёстко. Если бы я не понимал эту игру, то, наверное, меня бы уже закрыли. Но мне кажется, Чел на баге до сих пор сидит, типа, он никуда не ушёл. Можно проверить, сходить. А с бага можно спрыгнуть просто, типа, выйти? Это я. Или, типа, так нельзя? Ну, по-моему, нет. По-моему, туда залез, и всё, с концами. Ну, значит, он там сидит. Сука сидит. Нет, самое тупое, то, что он может залезть вообще в любую точку и смотреть на нас вообще с любого места. То есть, получается, мы сейчас выходим, открывать ящик, и к нам прилетает голова СМР-ки. Вау. Ну, он скилл, по мне, ни разу не попал. Потому что ты прыгал вообще нереально как-то. Я так не прыгал. Это был байт. Допустим, тот факт, что я залезть не мог из-за того, что у меня персонаж будет чистым. Допустим. В видосе, скажем, это был лютый байт. Так и запишем, так и запишем. Так, ну я немножко вышел в открытую, я не знаю, спалит он или нет. Есть ли он вообще? Так, тут, видимо, всё открыли. А нет, не всё. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, да, он там сидит где-то, СМР-ки прилетел. Блин, у него что, нету этого кислотности этой от радиации? Потому что он прям увидел меня с такой дали. Типа, я бы его вообще никак не увидел. Блин, я не знаю, какие варианты вообще есть, чтобы его победить хотя бы как-то. Ну слушай, я предлагаю, короче, просто типа свалить и начать заново. Ну, наверное, так будет лучше. Я знаю, что многие из вас проводят очень много времени за телефоном. И я нашёл просто гениальную игру, в которую можно поиграть на вашем телефоне. И это онлайн-РП, в которую вы можете делать абсолютно всё, что угодно. Игра бесплатная и очень часто обновляется. Также используйте мой промокод, который вы сейчас видите на экране, для того, чтобы получить бесплатно 120 тысяч игровой валюты и люксовый автомобиль. Он же Гелик. Ну а если вы хотите поиграть со мной, потому что здесь я тоже играю, просто переходите по ссылке в описании и качайте игру с сайта. Устанавливайте на свой телефон, вводите свой никнейм и готово. Теперь вы понимаете, как играть в GTA на вашем мобильном телефоне. Выбирайте второй CRR Флорида и не забывайте вводить мой промокод. Все ссылки будут в описании. Не, ну я думаю 100% во второй катке, но такого точно не будет. Ну было бы нас четверо, конечно, можно было бы пофайтиться, потому что на опыте в прошлый раз этот чел завалил двоих, прежде чем мы смогли его снять. Но надо закрывать их с теплока только. Не, ну нам просто не повезло, нам просто не повезло. Ну я вынесу полтора миллиона, короче. Ну где-то около того. Ну пока что сейчас во мне. О ладно, 2 миллиона, 20 копалось. Давай. А, черную дверь, кстати, не открыли. Ну это было рискованно, вдруг мы слились бы. В смысле, черная дверь, она как бы вот в здании нет. Ну да, но мы же не знали, что мы пойдем на выход, и что мы вообще до него добежим. Так, сейчас, 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 сейчас. Я запутал пусы в собственном этом. Не, ну сейчас скажу, сколько вынесли. Так, итого 2 миллиона 700 тысяч. Ну нам нужно примерно столько же еще. Дядя Андрея, вот я хочу как-то подписчик спросить, как вообще твои дела, вот ну. Так, ладно, я заново включил. У меня, короче, классные дни начались. У меня стабильный пинг 100-200 просто скачет и скачет. То есть я просто фул лагаю и все. Нет, твои проблемы. У меня пинг стабильный 190. Не, я не верю, что тут никого нет. Приди сейчас опять на баге сидят. Это будет плачевно. Но я пойду на ту сторону контролить. Давай, короче, делаем вид, как будто бы и на нас напали. Женя попросил. Смотри, просто вот, короче, лайфхак. Подожди, не стреляй. Смотри, вот если, короче, на тебя типы не выходят, остается ласт щел, ты понимаешь, что ты его заберешь. Смотри, делаешь вот такую штуку. Просто заходишь в рюкзак, зажимаешь кнопку выстрела и скидываешь МКшку. И происходит лук, как будто бы ты сдох. Не, сейчас, погоди. Вот, смотри, еще раз. Да, ты понял? Вот она должна резко делать. Нет, не резко, просто заходишь в рюкзак, стреляешь и скидываешь МКшку, все. Так у меня выстрел срывается, когда я в рюкзак захожу. Зайди именно в рюкзак, и когда ты уже в рюкзаке, нажимай кнопку выстрела и скидывай МКшку. Ну, переставь тогда, не знаю. Не, ну, это тупо. Ну, я могу попробовать, типа, резко. Это гениально. Не, не особо сработало. Хотя... Ну, что-то среднее. Ну, тактика хорошая, да. Для настоящих крыс. Ну да, давай. Мы, правда, видите, типа, пошли на файт, а вы там ултаетесь. Ну, это база. Ох, ось, мутанта выпала просто так, бесплатно с ящика, спасибо. Все окей. Туда его. Туда его, да. Извини, но, к сожалению... Надеюсь, что твоя смерть не была напрасна, и... Там было всего лишь два типа. Если бы ты со мной пошел, мы бы их закрыли. А вдруг и меня бы закрыли. Вдруг там их четверо. Откуда ты знаешь? Ты в натуре чебоксар, я тебе отвечаю. Он сказал двое, но... Курса... Ладно, короче. Не, там двое, там одна СФ-ка с пуликом, а одна бычка тоже с пуликом. Не, пойдем только все вместе теперь. Ладно, парни. Ого. Они, походу, там не одни, что ли? Ну, блин, ты нашел, конечно, место, где скидывать просто по дороге, считай. Да. А что? Ну, так себе. Вроде все, но что-то у тебя мало, слушай. Я знаю, я узор. Сейчас, пацан, такой молик, смотрите. Он мог что угодно сделать, но этот бежал наверх. А вот бомбардир валяется, отдыхает. Не, ну слушай, Сталик выпал. Только есть вопросы. Куда они чё кидали? А тут люди, тут люди еще. Здесь люди. Где-то внизу, или я чё-то не понял. Но есть. Это голый какой-то. Одного поймал. А, это внедренец, короче, походу. У него все первые. Не повезло ему. Я за скриню, это. Хе-хе. Понятно. А, кстати, смотри, у него хаешек было много, он нас мог взорвать так-то. Возможно, он выдался кид с хаешками. В смысле, это с тремя? Так бывает? Да. С экранником иногда выпадает. О, кто-то еще бежит. Это, походу, его тиммейты. Изи, 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 иди сюда. Пацаны, он меня пушит, помогайте. Ну, он тебе поможет, я хоть пытаюсь. Мне кажется, это жесткий чел. Ну, ладно. Это просто был мега странный китаец. Ой, это по кому? Еще типа. Это голый тоже или нет? Ну, в четверке. Ну, видимо, он смог закрыть босса. Да. Ну, блин, это внедренцы, конечно, тут типа. Он разговаривает, люди. Он не китаец? С меня ничего не выпадет. С меня ничего не выпадет, он говорит. Нас промолит. Вот, у меня такая. Разрыва, ты все. У него были разрывные, прикинь. Вот, кстати, это опасно. Они могут нас закрывать с разрывками. Заберите броник, заберите броник. Я не влязу. Так, а здесь все забрали? Алло. Заберите броник, пожалуйста. Ну, я, конечно, могу взять, но мне надо еще ведь радку всю впихать в себя как-то. У меня места уже и так нету. Еще слышали, мне показалось. Ну, у них еще есть имейт один. Не, так-то, знаешь, уже больше его не трогать. То есть, они сейчас придут, залутаются и пускай. А, я броник. На, на тогда радку впитывай. Я говорю, радку. Еще выкидывай. Кому самое. Да. О. Кое-как. Но тут у меня много чего плохого. А что, есть еще радка? Давайте еще радик или это все уходить сказать? Так, кстати, кстати, она степа выбил. Не, ладно, так уж быть все рад, да? В смысле? Ну, я прям сейчас не хотел, хотел прям возле выхода. А, это на десерт. Типа сюрприз? А еще раз рыба есть? А еще раз рыба есть? Я вообще все выкинул. Ау, дядь. Очнись. О, скоро, да, дай мне скоро. Блин, ну заберите броник тогда. Хотя бы. Все, забирай радку. О, чел пришел. Герой! Зачем? Зачем он пришел? Это последний химмейт был. О, а что он тут? А что он тут подобрал? Подождите. Тут все забрали же. Там немного было. Он, видимо, решил, что ему надо залутать все, что он сможет. Но в целом нормально. У меня выкидка 4-6, но у меня броня Сталик в рюкзаке вообще. Не, ну сопровождение хорошее. 2,7 тогда и сейчас сколько? Ну, 3,5. Ну, даже больше. Это больше 5. Блин, еще один такой же чел, смотрите, откуда они берутся. Братан! У них еще сквад есть. У них еще целый сквад есть. Откуда они берутся? Что с игрой вообще, скажите мне? Они как грибы размножают пачкованием. Это, походу, чистая катка. Ну, фулл этот. Какие-то внедренцы просто бегают, штурмовики и все. Считай, их 2 пачки штурмовиков. А где люди-то вообще? Ну вот, мы закрыли, которые у вас гаранты. Единственный сквад из дуо. Конечно. 3,5. Друзья, на этом все. Далее просто нам выдают сет, выдают все вещи, которые мы с вами вынесли на пятой карте. Ну и на этом, естественно, сопровождение у нас заканчивается. Наверное, вещи я брать у них не буду, потому что им самим тоже нужны вещи, а мне нужна, в принципе, была лишь только метровалюта, чтобы снять для вас новый ролик, в котором будут серьезные траты. Как обычно, ссылки на все в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну и вот таким образом выиграет сопровождение. Ссылочка, если что, на телеграм будет в описании. Как обычно. Ну и до завтра в новом видео. Пока.